Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял председателя исполнительного комитета исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, который пребывает в нашей стране во главе миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Глава нашего государства, тепло приветствуя гостя, отметил активную работу в миссии СНГ в период подготовки и проведения очередных выборов в Законодательную палату Оли-Имадждеса Республики Узбекистан и в местные Кенгяши. Исполнительный секретарь СНГ в свою очередь выразил искреннюю признательность за приглашение принять участие в наблюдении за парламентскими выборами и созданные благоприятные условия для плодотворной работы миссии наблюдателей от СНГ, в состав которой вошли свыше 180 представителей стран-участниц и исполнительного комитета Содружества. Подчеркнуто, что выборы, организованные на высоком уровне, проведены в полном соответствии с национальным избирательным законодательством и международными стандартами. Сергей Лебедев отметил, что выборы прошли на многопартийной основе, были свободными, прозрачными, конкурентными и явились значимым фактором углубления демократических преобразований в государстве. В ходе встречи состоялся также обмен мнениями о перспективах многостороннего взаимодействия Узбекистана со странами Содружества. Особое внимание было уделено вопросам эффективной организации председательства Республики Узбекистан в СНГ в 2020 году. В ходе встречи с президентом Узбекистана, уважаемым Шавкатом Романовичем, я не только проинформировал его о работе миссии, но и как представитель исполкома СНГ обсудил с ним перспективы председательства Узбекистана в Содружестве независимых государств. Намечено очень много важных мероприятий. Это и заседание Совета глав государств Ташкент, и заседание Совета глав правительства, многочисленные заседания наших отраслевых советов. Для Узбекистана, который впервые председательствует в СНГ, очень важно, конечно, чтобы эта концепция была реализована. На первом месте у нас стоит экономическое сотрудничество. И в этой связи мы планируем провести в Узбекистане много мероприятий, укрепляющих наше экономическое взаимодействие. Это заседание экономического совета СНГ, это проведение экономического форума СНГ, встреча руководителей торгово-промышленников, палат. Самое главное – настрой населения. Мы тоже увидели уже новый настрой населения Узбекистана, жителей Узбекистана. Почему? Потому что они связывали вот эти выборы, новые выборы, с новой жизнью, которую они хотят построить, от которой они ожидают улучшения и условий жизни, и большей стабильности и так далее. И вот мне представляется, это самое главное. С таким настроем, который мы увидели в ходе выборов у граждан Узбекистана, я думаю, те реформы, которые провозглашены сегодня руководством Узбекистана и которые поддерживаются народом Узбекистана, они продвинут Узбекистан вперед по пути дальнейшему развития и процветания.